Здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы, а также те кто нас будет смотреть. С вами на связи Виталий Кухта, Кухта Capital. Сегодня у нас программа открытый микрофон. Сделаем обзор по основным инструментам. Расскажу свое мнение, интересные уровни модели, которые там рисуются. Итак, начнем с евро доллара. Евро доллар наконец-то пробил отметку поддержки 1.08. Вчера было пробитие, закрытие и видимо идет падение. До этого я рассчитывал, что у нас возможен какой-то вариант лонга. Я всю неделю текущую покупал, два раза даже покупал. Все время выходил с минимальной прибылью, фиксировав возле верхней храницы. Это 0.08.90 с копейками, да. И все остальное по безубыткам выходил. Закрытие произошло вчера только ниже данного уровня и, скажем, пошел обвал. Я думаю, что у нас есть возможность уйти в район 1.06 и возможно даже ниже, да. Ну, в какой-то среднесрочной перспективе. Поэтому сейчас пока ситуация шартовая, кто, скажем, успел вчера при пробитии данного уровня зайти в шор, скажем, эти позиции возможно удерживать. Пока по этому инструменту каких-то торговых моментов нет. Доллар-франк аналогично следует за евро-долларом. Где-то он в голом тренде. Сейчас подошли к достаточно такому весомому уровню. 0.97.97, точнее 1.098. Можно упруглить, да. И за этим уровнем я бы понаблюдал с понедельника, да. Видимо, сегодня мы немножко остановились возле данного уровня. Возможно, будет какая-то реакция. Но если будет борьба с данным уровнем, возможно, даже рассмотреть какие-то шарты. Если будет закрытие выше, то мы можем, скажем, дальше покупать с целью роста в район 0.98-0.99. То есть потенциал у нас есть куда расти аналогично, как и евро. Поэтому пока сейчас признаков на шорт, просто что мы подошли к уровню, я не вижу. Конечно, может быть просто отбить, но в такой момент я не торгую. Уровень есть, следим за данным уровнем. Интересная ситуация складывается с фунт-долларом. Мы вчера с учениками обсуждали данный инструмент. Они предлагали шартить. Я сказал, что я на 51% вижу, что вчера будет скорее всего он. Он, в принципе, и произошел. Мы вчера сделали приблизительно с этой зоной мы его обсуждали. Ну, практически 60-70 пунктов мы сделали. И что у нас на текущий момент? На текущий момент ситуация такая неоднозначная. Я бы подождал, как сегодня закроется день. Если мы сегодня... Есть вариант, что мы можем падать. Я утром видел вариант шарта. Мы уже начали падение. И как вариант, оно может продолжиться. И мы можем, скажем, прийти к минимуму текущей недели. И дальше падать очень сильно. То есть вот у нас целью. То есть для падения. Продолжение 1.22.50. То есть если при пробитии и закрытии данного уровня, мы будем дальше падать. Но я бы подождал, как сегодня дневка закроется. Если кто-то вошел в шарта, сидите дальше. Можно даже без убыток перетянуть сделку. Если мы сегодня еще чуть-чуть нырнем вниз. И закроемся выше вчерашнего минимума. То есть выше минимума четверга. Это 1.2305. Если произойдет закрытие выше данного уровня сегодня. То я думаю, что фунт имеет среднесрочную перспективу роста. Достаточно большую. Это в район 1.25 и возможно 1.26.5. Ну в таком ключе я нарисую. То есть вот у нас сегодня в принципе неплохой вариант был для шарта. Мы можем дальше падать вот сюда. Если этого не произойдет. И мы нарисуем вот такую фишечку. То есть это первый вариант вот так. Я думаю, с понедельника мы будем расти. Это первый вариант. То есть ключевой уровень. Это у нас 1.2305. Вот эти минимумы. То есть вот минимум четверга. И вот локальный минимум. Минимум отката среды. То есть если мы эти зоны будем удерживать. Я не исключаю, что здесь может быть достаточно хорошая сделка в МО. Буду наблюдать уже с понедельника будет более понятная ситуация. Доллар и иена. По доллар и иене честно намучился целую неделю. Покупал, продавал. Скажем, в среду покупал в этой зоне. Рассчитывал, что будет сильный выстрел. Мы подошли медленно к верхним уровням. Я здесь выходил с прибылью. Дальше открывал вчера, позавчера шорты в этой зоне. Скажем, рассчитывал на сильное падение. Но, скажем, часть во благо закрыл. То есть часть сделки закрыл. И меня побезвободку вот этой вчерашней шпилькой. Она меня очень удивила. Но, снова, вчера перевернулся. И, скажем, на текущий момент сижу в покупках по доллар и иене. Со стопами вот в этой зоне. И рассчитываю, что... Последняя попытка будет не ошибкой, скажем. И рассчитываю на прострел сегодня или там же завтра. Надеюсь, что сегодня, желательно сегодня 108.05. И дальше на большой прострел в район 109. И, возможно, больше 110. По доллар иене. Потому что очень-очень большое накопление. Я пытался его определить куда. Вначале все время я покупал еще даже не на этой неделе. Как я сказал. Еще с прошлой пятницы я пытался купить, кто следил за моей битвой. Аналитиков, да, фундамент против техники. Я еще с прошлой пятницы покупал иену со стопами вот сюда. В принципе, стопы были правильные. Но, скажем, продолжал на этой неделе покупать вначале. Но дальше переворачивался. И снова встал в длину и по доллар иене. Поэтому на текущий момент думаю лон. Конечно, присутствуют признаки шарта. Но, скажем, стоп и стоп. Дальше. Австралийский доллар. Австралийский доллар. Довольно тоже интересная ситуация. По нему складывается. На фоне того, что, скажем, евро-доллар, доллар-франк. Но есть, как видим, некоторые пары. Австралийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар. Последние 2-3 дня показывают ослабление доллара. И я бы сейчас присмотрелся к австралийскому доллару, к уровню 0.63.82. Я думал, что сегодня рассматривать возможно было супрашорт. Но, скажем, нужно быть очень осторожным. Потому что, видим, евро-доллар уже падает. Пунт-доллар немножко падает. Этот не падает. И, скажем, я ожидал сегодня такого движения. Очень сильно сюда, минимум в район 0.60. В эту зону. Но этого пока нет. У нас только начало утра. И если у нас закроется дневка в таком формате, с поджатием. Я думаю, что если будет закрытие выше 0.63.82. Вот где-то в этом диапазончике, то мы, в принципе, можем расставить очень хорошо наверх. Поэтому шортами очень осторожно. Даже я пока не шортил. Буду уже с понедельника присматриваться за этим уровнем. Я уже буду определять, в какую сторону я буду вставать. Вон или в шорт. Если сегодня закроемся выше, буду дальше, скажем, покупать. Если сегодня пойдет падение, я его пропущу вот сюда, я буду искать где-то в форме какие-то точки отката и буду входит в шорт. Пока для меня ситуация очень-очень сложная. Как и по фунту, да, существуют два варианта развития. Поэтому уровень есть 0.63.82. Ключево. За ним наблюдаем. И принимаем какие-то решения. Канадский доллар, пока никаких идей нету. Его, скажем, у нас тренд пока здесь глобально лонговый и локально лонговый. Да, за последние там две недели. И посмотрим, как сегодня день закроется. Если будут сильно его покупать, то я думаю, дальше лонг продолжится. Если вот так, как мы сейчас придавили, закроемся, и уже там с понедельника, если дальше здесь будем проторговаться, возможно, буду там рассматривать какой-то шорт. Пока вот не рынка по данному инструменту. Новозеландский доллар практически то же самое, что и с арбийской. Очень похожая ситуация. Вот здесь я бы следил за уровнем 0.60.51. И уже от него плясал в какую сторону. Здесь есть плюс. Один. Есть накопление. С этого накопления будет выстрел. То есть вот у нас накопление. Пока цену поджимают наверх. Конечно, может быть сегодня такое падение, как я сказал по столицкому доллару. Но на текущий момент оно очень стрёмное. Вчерашний день достаточно бычий. Я буду наблюдать за верхним уровнем. И если будем за него дальше бороться, то я буду рассматривать шорт. Если закрываться выше, здесь вполне мы можем двинуть дальше по тренду. Так. Можно сказать пару слов по нефти. Марки Brent. Ее хорошо откупили. Она не сделала таких провалов, как нефть марки Light. Я думаю, что здесь у нас все, закончилось падение. Ну, по бренду очень сложно сказать. Но я думаю, что Light уже окончательно показала минимум. Июльский контракт там в районе ниже 10 долларов. То есть это там 8, 9, 7. То есть мы падали. И я думаю, что это уже все, скажем, пройденные этапы. Сейчас вопрос в покупках. Кто успел здесь откупиться? В принципе, я думаю, что можно удерживать. Свои покупки. Вот Light, в принципе, по Light мы зашли. Но это, скажем, июльский контракт. Это некорректная цена. Сейчас июльские цены свежие. Мы торгуемся где-то в районе 16-17 долларов. Вчера даже было минимум 10 долларов. В принципе, можно было нехорошо закупиться. Неплохо. Точнее. Я думаю, что сейчас будет какая-то очень длинная проторговка. И все будут, скажем, сейчас сантимент он медвежий. Да, все продают, все боятся. Но я думаю, что на этом сантименте рынок глобально будет разворачиваться. Конечно, здесь очень сложно определиться с точками покупки. Потому что большинство торгуют спичом. А рынок, видим, Light меня удивило. Конечно, меня тоже немного там повыбивало. Частично я выдержал. Такие просадки. Потому что такого падения. Ну, я, скажем, покупал еще позавчера. Такого падения в район 6-7-8 долларов на майском контракте. Я понимаю, там низкая ликвидность была уже. Он был неторгуемый практически. Там сидели мелкие трейдеры. А вот июнский контракт задавили. Ну, наверное, был такой снос маржин колл большой. Я слышал, я думаю, о московской бирже. Проблемы трейдеров были. И даже тот же интерактив брокер. Там клиенты попали на 90 миллионов. То есть эти убытки перешли к брокеру. Потому что там маржин колл. То есть и брокер взял на себя, скажем, вот эти потери. Поэтому в глобальном формате без плеча здесь, я думаю, можно набирать. Потому что потенциал роста есть. А уже с точками входа на вот этом июльском контракте я бы здесь пока не влазил. По золоту пока видим бычий рост. Конечно, бешеный. Пока того сценария, который я ожидал, ну, скажем, здесь несколько раз скидывали в марте месяц. А вот, скажем, апельский месяц у нас ломговый достаточно сильно. И при том, что там все говорят, вот S&P будет падать, да, но S&P пока растет. И здесь у нас, что здесь пока все ломговое, да, будут какие-то шортовые моменты. Потому что здесь у меня интересуются только шорты, глобальные. То есть я думаю, 1700-1800 эти зоны мы будем падать очень-очень сильно. И все будут очень сильно терять. Ну, пока с точками входа такое. Дальше. Доллар-рубль я позавчера с учениками разбирал, разбирал доллар-рубль. Говорил о уровне 77. Вот здесь вот его очень хорошо видно. Это зеркальный уровень, смотрите. То есть мы от него отбили. Здесь, конечно, такая точка входа так себе идет падение. Я думаю, что это падение будет продолжаться в район 72 с половиной. Я думаю, при закреплении ниже данного уровня мы будем дальше снижаться. Или уже за этим уровнем следить, если будем удерживать 72-50. Возможно, какие-то отскоки или даже срочный рост. Но пока я вижу укрепление рубля. Почему? Скажем, технически это я вижу. И вижу, что нефть будет укрепляться. Да, какие-то, возможно, провалы еще минимальные будут. Но нефть будет откупать среднесрочный, долгосрочный перспектив. Даже если мы там задержимся, я советую покупать ИТФ на нефть. Да, то есть в долговрошной перспективе это все вырулит. Дальше. Перейдем еще к СНП500. Вчера писал ребятам, что здесь рисуется модель шорт. Вот вчера вечером, прямо перед закрытием, то есть можно было шортить. Неплохие точки входа были. Но видим, сегодня оно затормозилось. И я думаю, что если сегодняшний день не покажет сильного падения, будет, скажем, выкуп, и мы удержим минимум четверга, закроемся выше минимума четверга, закроемся где-то вот в этой зоне, да, то я думаю, с понедельника-вторника нас ждет рост как минимум к вот этим хаям текущего месяца, да. Что дальше будет? Я уже, в принципе, в среду на битве говорил, что здесь сантимент сейчас медвежий, да, то есть все шорки от СНП500, потому что ждут его на 2000 и ниже, но на таком рынок не падает, скажем, да. Здесь, конечно, я не исключаю падение, потому что я со своей точки зрения говорю, как я здесь вижу, что, в принципе, какого-то роста я еще жду, возможно, даже в район там 3000, да, возможно, и выше, как сказал еще на предыдущих обзорах, не исключаю. Что мы пойдем к хаям, да, то есть сделаем какую-то двойную вершину и потом вниз. Но то, что это был импульс, это похоже на импульс. И сейчас у нас, в принципе, мы откатили почти там более 50, более 50 процентов, практически 61 сделали. И, скажем, можно ли набирать шорты долгосрочные? Да, можно, но по чуть-чуть. Почему? Потому что сантимент медвежий, а на медвежьем сантименте только рост предусматривается. То есть это нужно учитывать. Поэтому вот такое мнение по СНП сейчас, я буду дальше за ним наблюдать, если будет какой-то более хороший здесь паттерн рисоваться в шорт, я уже буду дальше освещать на битвах или, скажем, в следующих обзорах по данному инструменту. Но то, что зреет, скажем, сильный обвал, это явно, потому что, как сказал уже, у нас в марте прошел явный импульс вниз, но, скажем, это одно, то, что этот импульс может, пастфактам уже превратиться в коррекцию, это мы можем часто, это мы можем увидеть. Поэтому на этом закончим. С вами был Виталий Курта. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео или в личку Фейсбук, потому что не всегда проверяю комментарии. Ну, скажем, я их проверяю со временем, да, но если оперативно, нужно пишите в личку Фейсбук или в Телеграм. Всем спасибо. До следующего обзора, до следующих битв. До свидания. Удачной торговли.